Благослови, Душа моя Господа, благослови Неси Господи. Иисусу, рождшуся в Ифлемию действием, во дни Ирода царя, севал свет восток приидоши в Иерусалим, глаголюще, где есть рождейся царь Иудейский, видихамбо звезду Игонова стоце, и приидохам поклонитесь ему. Слышав же, Ирод царь смутися, и вся Иерусалима с ним. И собрав все первосвященники и книжники людские, попрошаши от них, где Христос рождается, они же рекоши ему, Вифлеемию действим, так обописано есть пророкам, и ты, Вифлееме, земле Иудова, ничем же меньше и сива владыках Иудовых, из тебе бы изыдет вождь, и же упасет люди моя Израиля. Тогда Ирод царь Тай призвавал хвы, испытовавши от них время явшейся звезды, и послав их Вифлеем рече. Шедши испытайте известно у отрачать, игда же обрящите возвестите ми, якода ясшит поклонюсь ему. Они же послушавши царя и доши, и се звезда, и уже видиши на востоце, и дяши пред ними. Донди же пришедши ста верху, и дяши би отрача. Видевши же звезду, возрадовавшись радостью велию зело, и пришедши в храмину, видиши отрача с Марией и Матери Его, и падши поклонишись ему, и отверзши сокровище своя, принесош ему дары, злато и ливаны смирну. И весть приемши во сне, не возвратитеся к Ироду, иным путем отыдовши во страну свою. Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры. Сегодня среда, 7 января. Мы с вами читаем Евангелие от Матфея, главу 2, с 1 по 12 стих. Сейчас давайте откроем русский перевод Нового Завета, найдем эти евангельские строки, послушаем, как они звучат. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока. И говорят, где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должен родиться Христу. Они же сказали ему, в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка, и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводства Удиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них в Риме появление звезды, и, послав их в Вифлеем, сказал, «Пойдите тщательно разведайте младенца, и когда найдете, известите меня, чтобы мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли. И все звезда, которые видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великую, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему. И, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение, не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Вот такие в английские строки мы с вами слышим. Рождается Господь, Бог, в Вифлееме иудейском. И вот в сегодняшний день Рождества Христова, именно об этом мы с вами и читаем. И одновременно, что мы видим, пришествие в мир Бога-человека, рождение Спасителя мира, при великому сожалению, не связано с таким благоговейным ожиданием, не связано с торжественной встречей, да вот, опять же, скажем, с благоговейным отношением. Увы и увы, придя в мир, Господь тут же встречает неприятие самого себя. Мир, который лежит в зле, всячески противится этому. Понятно, да, не абсолютно, потому что, тем не менее, всегда есть чтители Бога. Но вот, тем не менее. Что видим? Во-первых, приходят в Иерусалим волхвы с Востока. Уже само это говорит о том, что Бог пришел в мир не только ради народа иудейского, что во всяком народе, во всяком племени Бог ищет чтущих его. И всякий человек, какого бы цвета кожи, какой бы расы, какого бы состояния он ни был, путь ко спасению для него открыт. И вот волхвы одни из первых приходят, услышав об этом. Много есть мнений, почему эти люди пришли, как это произошло, вот эти исследователи неба, что повлияло на их желание пойти в Иерусалим. Возможно, здесь было совсем недавно пленение иудейского народа. Иудеи жили среди вот этих вот персидских поселенцев. И вера в то, что придет Мессия, их вера, может быть, была открыта и вот этим людям. Но факты из факта были приведены Богом в Иерусалим, были заинтересованы и приведены. Что же за звезда шла пред ними? Есть мнение многих святых отцов, что какая-то особая ангельская сила путеводила этими людьми. Приходят в город с вопросом, что где родившийся царь иудейский? Вполне понятно, ожидаем увидеть торжества, увидеть радость о таком событии. Но что они видят? Видят, что у власти находящийся Ирод Великий, мало того, что не связан с этим событием, а еще и находятся в неком недоумении. Встревожился Ирод Царь. Почему встревожился? Есть такое объяснение, что будучи человеком весьма властолюбивым и от этого боящимся потерять эту власть. В этих словах мудрецов восточных увидел угрозу для себя, что рождается царь. А ведь если вспомнить, что это царь необычный, это ведь посланник Божий, это мессия, помазанник Божий. Что ведь если он пришел, значит мне придется отдать власть ему. Ирод все это понимал. Но опять же, будучи плененным властолюбием, он не желал этого сделать. Встревожился. Почему Иерусалим встревожился с ним? Зная Ирода как царя весьма жестокого, не щадившего и близких своих, убивающего по первому подозрению в бунте против себя, конечно, жители Иерусалима услышали угрозу. Что то есть если он сейчас начнет за свою власть держаться, голод и полетят. Ну что ж, их опасения были весьма обоснованы. Дальше собирает Ирод, видим, первосвященников, книжников, то есть специалистов в этом деле, людей знающих, и говорит, что да, скажите мне, где должен родиться Христ, если наступило время, если действительно это произошло, где? И они говорят, Вифлеем иудейском, потому что так написано у пророка. Да ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводства Удиных, ибо из тебя прождет вождь, который упасет народ мой Израиля. Опять же видим, знали иудеи, вот это пророчество, что в Вифлееме рождается Христос. Соответственно, потом все попытки обвинить Христа в самозванстве, да, в шарлатанстве, они ведь ими основывались еще на этом, что, то есть, ты из Назарета, хотя, в общем-то, всякий, кто желал бы разобраться, мог бы узнать, что да, в Назарете Христа произошло детство, но рождался он в Вифлееме, то есть, пророчество исполнилось на нем. То есть, еще раз скажем, это не была тайна для иудеев, знали они об этом. И вот тогда Ирод тайно призывает волхвов. Почему тайна? Ну, чтобы попытаться скрыть свое злое намерение. А в чем зло его было? Ну, это мы дальше будем читать. Услышим, как разгневался он, и что повелел сделать он с детьми вот этого города Вифлеема. Желает он всячески постараться устранить Христа, устранить соперника. Вот до чего грех человека доводит. Да, в данном случае это грех властолюбие. Человеку хочется чести. Но любой грех может привести к такому же богоборству, когда человек для себя решает, что лучше пусть Бог умрет и исчезнет, нежели я поступлюсь какими-то своими желаниями. Ирод просит волхвов, да, то есть пойти самим Вифлеем, вроде бы все узнать, все, что приготовить. Он знает, когда им звезда явилась. Поверь же, не только Рождество произошло. Видимо, после того, как Господь родился, издоявляется. И сколько времени они потратили на путь до Иерусалима? Ну, весьма много. Ни один и ни два дня. Ну, вот после этого посылает он Вифлеем, говоря, что пойдите разведайте, потом возвестите мне, чтобы я пришел и поклонился ему. Видимо, зло пытается спрятать за какой-то благочестивой причиной. Они, выслушав царя, пошли. И вот, войдя в этот город, с радостью видят вновь звезду, которая привела их в Иудею. И идет перед ними, останавливается над местом, где был младенец, над тем домом, где в тот момент находился Спаситель, где находилась Матерь его, Иосиф. Там же был. И вот возрадовались радостью весьма великую. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, Матерью его, и, пав, поклонились ему. И, открыв сокровища свои, принесли ему дары. Золото, ладан и смирну. Как здесь святые отцы толкуют, золото принесли младенцу как царю, царю всего. Ладан принесли ему как богу. Потому что, ладно, используется время кождения, время богослужения. А смирну, это вещество, используемое в тех местах, в те времена, для намощения пред погребением усопшего, принесли как тому, кто должен умереть. Нам неизвестно, было ли этим волхвам особое откровение Божие, что именно вот эти дары нужно принести. Или, может быть, вот так вот по наитию это произошло. Но, тем не менее, это очень важное событие, вот эти дары. Дары находятся в данный момент на святой горе Афон, в монастыре святого Павла. И, в общем-то, каждый желающий православный мужчина может постараться в жизни посетить святую гору, помолиться в этом монастыре и приложиться к тем святыням, к дарам волхвов, которые были однажды принесены в Вифлеем. А после этого, видим, откровение получают волхвы не возвращаться к городу, иным путем отходят в страну свою. Вот такие евангельские строки мы с вами прочли, дорогие наши братья и сестры. Читали мы Евангелие от Матфея, главу 2, с 1 по 12 стих. Напоминаю всем нам о необходимости чтения священного писания ежедневно, хотя бы по одной или по две главы. И благословение Господне это пребудет со всеми нами.